Алла, мегасы, Квантом с вами. Сегодня мы будем строить город в новом Сити Скайлайнс 2. Наша задача построить роскошный город и сделать всевозможное, чтобы он не скатился и его не разрушили стихийные бедствия. Ролик получился длинный и интересный. Предлагаю сделку. Я выпускаю вторую часть Сити Скайлайнс 2. Ну а ты же ставишь лайк. Ну и попрошу тебя в конце ролика написать, как тебе видео и что тебе понравилось. И хочешь ли ты продолжения. Меньше слов. Погнали. Приятного просмотра. Проблемы с покупкой игры и пополнением баланса? Решение есть. GDSL. Здесь вы найдете свежие релизы и не только. По привлекательным ценам. Пополнить кошелек Steam? Не проблема. Так же легко, как и пополнить кошелек. Можно приобрести подписки на разные сервисы. По типу Netflix, среды Adobe и даже VPN. О качестве товара и репутации продавца можно узнать из отзывов покупателей. А совершив покупку, вы будете в безопасности. Потому как деньги хранятся на сайте до момента получения товара покупателям. Все просто. Покупай на GDSL. Ссылки в описании. Добро пожаловать в прекрасный город Скиф. Мы построим из этого пустого места, где есть только улица Бабуина и шоссе горного Бабуина. Прекрасный город Скиф. Нам нужно построить один разъезд и построить второй разъезд. Что это? Это буква Т. Город почти готов. Я хочу сделать разделение города на промышленную часть и на жилую часть. А мне нужно будет ставить насосные станции, которые качают воду. Если я их поставлю прямо сюда. Наверное, местные жители будут не очень этому рады, что у них под домом стоит водонасосная водозаборная станция, которая будет шуметь им прямо в ухо. Но это ничего, конечно же. Улицы есть. Теперь можно заниматься заселением. Обычные поселочные дома поселочного типа. О, здесь у нас пусть будут коммерческие точки, продукции всякие вкусняшки. Это же въезд все-таки как-никак. Я поставил дорогу и к этой дороге мы подключим насосные станции, которые будут качать воду для наших горожан. Две дороги соединены. И что мы имеем? У вас есть вода. Не врите, у вас есть вода. Поставим электростанцию куда-нибудь в конец. К примеру, вот сюда. Отсюда будет уходить дорога. Чтобы было не так жалко экологию, мы электростанцию поставим подальше от берега реки. Вот, к примеру, вот сюда. А, теперь вам нечистоты сливать некуда, да? Угу, понятно. Но это тоже не проблема, разберемся. Ставим сливные устройства. Раз, два, три. И подключаем их к городу. А промзона будет где-нибудь вот здесь. Хороший трамплин, наверное, тут разогнаться можно высоко и далеко улететь. Вот здесь и разместятся наши первые фабрики. Первая промзона пошла. Значит, устанавливаем ее. Хлобысь, все. Стройка пошла. Торжественное открытие. А кто мой первый житель? Ааа, ты мой первый житель. Подожди, или кто? Нет. Кто первее приедет, то ты первый житель. Байкер или машинка красная. Вы соседи? Как тебя зовут? Ты вышел первый. А ты заехал в первый во двор. Кто же будет первым? Британи Дарби. Какое у тебя образование? Среднее образование. Ну ладно, сойдет. Мозги плавятся от этой жары. Так ты в дом зайди. Это сразу видно у него образование? Нет. Он какой-то недалекий. Люди еще не успели заехать в город, как уже начинают жаловаться на здравоохранение. Я подарю вам кладбище. А вы мне подарите лаги. Что за яма образовалась здесь? Вы что устроили? Что? Что это такое? Что это значит? Нужен катафалк. Это же этот мой Джимми. Как его там зовут-то? Нужно больше жилых районов. Поэтому мы добавим еще пару кварталов с коммерческой недвижимостью и с плотной застройкой. Пошло-поехало. Это мы еще, ребята, нутеллу сливаем. Ой, все довольны. Даже заводы довольны, что появилась средняя школа. А школа хороша, так слушай. Начальная школа есть. А у нас появились дорожные службы и парковки. И, кстати, давай парковку где-нибудь влепим. Еще у нас есть дорожная служба. Давай поставим депо дорожного. Ох ты, блин, ну не маленькое. Большое такое. Что это такое с депо случилось? Нормально все. У нас есть дорожное депо, которое будет отвечать за дороги. Полицейский участок у нас... Ооо, поехали! А что их так много? А что их так мало? Давай новый кластер построим, чтобы не жить могли здесь. Этого места проблема в чем? Я не понимаю, почему здесь щель такая. Ну и ладно, пошла она нафиг. Здесь будет дорога. Здесь магазинчики будут. Жилье, говорю, строим. Вот так вот. Ну все. У нас есть новая территория. Теперь тут устройся не хочу. Хотя нам нужно сюда вывезти. Купить железную дорогу. Давай это сделаем. Фромзона новая. Площадочки залетают. Пацанам нужны магазины. Давай сделаем им магазины. Точно магазин на магазине, серьезно. Слушай, у меня ведь реально нет мусора перерабатывающего завода и мусорки. Куда девается мусор в городе? Ооо, общественный транспорт. Буду возить свою тысячу человек. Тут нормальный заводчанин. Смотри, на работу на такси ездят. Красавчики поднялись. Уважаю, ценю. А что у меня по домам? Есть вообще супер плотная застройка? Дешевые квартиры? Давай, это то, что нам нужно. Дешевые квартиры. Я автобусы хотел поставить, так и не сделал их. А это точно автобусное депо? Почему здесь контейнеры какие-то? Автобусный парк есть. Теперь нам нужны остановки. Что это? Автобусная станция. Ну вот, еще автобусная станция нужна. Пусть здесь будет. Ну такса парк вообще изи пусть в промзоне стоит. Автобусная остановка, значит. Ну пусть у нас будет возле школы остановка. Правильно ведь? На заводах. Теперь еще в городе про остановок. Давай тыкнем. Я почти проложил автобусный маршрут. Правда автобус будет ездить, тут трындец. О, да, смотри, автобусы поехали. Все, теперь людей будем развозить. Я, конечно, не водитель автобуса, но мне кажется, так парковаться не очень красиво. Деревья желтеют? Мне не показалось, осень наступает. Пойдет снег походу. А я вам парк принес. А вы рады? Красивый парк, желтый парк. Почему деньги вниз идут? Эй, что с моей экономикой? Содержание служб. О, пятый уровень. Я знаю, как это пофиксить. Заходим в налоги и просто жилье. Давай, 15% торговля. 15%. 15%. И офисы 15%. Вот, жилая зона высокой застройки мне нужна. Восьмой этап. Это будет не скоро, конечно. Ого, тут дома понастроили. Ребят, вы что? Я так понимаю, вам сюда автобус, что ли, нужен? Или что вы тут встали все? Походу, бабы, нам придется новый маршрут создавать. Почтовое отделение, почтово-сортировочный центр, почтовый ящик. Один почтовый ящик на весь город. Прекрасно. О, недовольны? Ой, ну а вас здесь много живет, поэтому вам персональный почтовый ящик, пацаны. Хорошо, ящики почтовые есть. Теперь мы же почтовое отделение. Фуф, нормально он заспавнился. А еще такой же будет? Фуф, вот это у них спавн. У меня тут игра предлагает построить поле с пшеницей и выращивать зерно. И вот она пшеница у нас. И вот зона, где мы можем поставить его и выращивать. У нас поле есть, которое находится в промзоне адской. Наш город продолжает свисти и пахнуть. А я все жду, когда у меня наступит момент, когда мой фпс упадет ниже 40 кадров. Мне кажется, что такое будет крайне скоро. Пока что все такое одноэтажное, невзрачное. Главное, что электростанция работает. О, сюда, деньги залутал, уровень поднял. Хорошо. У меня возникли проблемы. Что за перегрузка электростанции еще? Ну что, еще одна электростанция тогда? Ох ты, какая тут адская парковочка у них, конечно. Но да ладно. Кто бы мог подумать, что люди в маленьких домах захотят жить возле заводов, где нет ни магазинов. Откуда взялся снег? Что такое? Что-то не нравится. Что не нравится? Загрязнение воздуха. Ой, какая беда. Вы тут сами хотели жить? Интересно, насколько это экологически чисто и правильно кушать продукты вот с такого поля. Я тут новый район обосновал, где будут жить исключительно одноэтажники. Потому что, видишь, заходим в фильтр, красная дорога. Здесь им не нравится жить, а здесь им нравится жить. И почему, непонятно. Либо из-за воды, то ли из-за школы. Я тут школу им пытался построить, не понравилось. Я тут радио-мать-то нашел. Почему у нас не было ее раньше? В городе появится связь, ты представляешь? А у нас тем временем появился колледж. Огромный, представляешь? Предлагаю, если здесь у нас, значит, школа. О, седьмой уровень. Тогда и колледж тоже поставим мы сюда. Они, кстати, одного размера. Трындец Хогвартс какой-то построил в городе. Еще у нас появился завод по переработке мусора. Которого он, кстати, до этого... А он, кстати, что это такое у него? Он, походу, потребляет очень много электроэнергии. Я перенес это подлое здание, поставил его в самый дальний угол, чтобы оно никому не мешало. И знаешь что? Высоковольтные линии нужны ей. Блин, нафига париться? Я просто поставлю еще одну электростанцию. Вот, какую-нибудь газовую поставлю электростанцию. Жесть, он огромный. Сам университет маленький, но его территория придворовая. Офигеть, сколько места занимает. Я вот не понимаю, строю заводы, строю. А почему высокая арендная плата написана здесь? Они что, бомжуют у меня все? Тут заводов, рабочих мест миллион. Ладно, давай домов сделаем. Новый район строим, пацаны. Вот на этой вот объездной дороге. Зато какие виды будут из окна. Ммм, и Нутеллу не видно. ДТП случилось? Вы что, бомжи с ума сошли? Не разъехались? И полиция. Машина вошла в машину. Байк вошел в машину. Что тут за ад? А у нас больница появилась огромная. Очень большая. Тут нужно дорогу срочно проложить. Предлагаю поставить электростанцию еще одну, которая будет чисто заниматься обеспечением этого мусоросжигательного комбината. Лес горит... Торнадо? Откуда торнадо здесь? Лес горит, блядь, чуть торнадо. Я тут построил новую развязку. Ну как построил? Взял готовый шаблон, который находится вот здесь. И разместил его сюда. Теперь нужно это пристыковать к дороге, которой теперь у нас нет. Дорога готова. Теперь только въезд в город осталось сделать. Ну все, въезд в город есть. Что с этими машинами, которые ездят? What the fuck? Ого, она улетела неплохо так. Я начинаю строить огромный район с небоскребами. И вот у меня вопрос, хватит ли этой вообще дорожной инфраструктуры. Три полосы в одну сторону, три в другую. Ну тут еще будет метро когда-нибудь, поезда. Ну все равно. Не будет ли это жесть? Первый район, в котором будет огромный просто высотный дом. Много высотных домов. У меня есть еще кое-что огромное, монструозное, интересное. Это медицинский университет. Я поставлю, наверное, его вот сюда. Эти дороги здесь не выдержат, мне кажется. Ооо, что это такое? Доступно новое здание. Фармакомпания, фармкомпания. Ничего, вот это хорошо зажили. Кто мне объяснит? Как сюда заезжать? Это называется пройди скилл тест для того, чтобы получить образование. В этом месте, в горах, хранятся ценные руды. Поэтому мы это сейчас выкупаем. Конечно же, нам кусок горы просто покупаю. Все, это карьер. Здесь добывают руду. Ого. Шахты какие-то роют здесь. Только машинам сюда ехать, конечно. Ё-моё. Я еще, честно говоря, офигел. Офигел вот с этого, почему эта надвигается на мою промзону. И что с ней будет сейчас? Вроде ничего не происходит. Вали-ка-то отсюда. Это не первый торнадо. Я отходил. У меня тут дома вот с этими символами все были. И написано. Вот-вот-вот. Повреждено из-за непогоды. Чтоб ты понимал, насколько долго я во все это играю. Я играю уже третий день в эту игру. Третий день, понимаешь? И у нас до сих пор 16 тысяч человек. Чет как-то мало. Я перестроил этот район, и он стал выглядеть более-менее нормально. Посмотри, дома не стоят больше. Притык друг к другу. Ну и высотки выглядят более-менее нормально. Машина перевернулась. Баф перевернулся. Вы че устроили? Чел просто перевернулся, вышел из машины и пошел с собакой. А че ладно, пофиг. Завтра приду переверну. Действительно. Это аж точно станция метро? То есть нам нужно уходить, будет подземность в любом случае. Поэтому сразу чик. Есть другая проблема. Для того, чтобы построить метрополитен, нужно снести нафиг дом. Минус дом. Зато плюс куча довольных людей. Станция метро, вход в метро есть. Значит, теперь у нас вся эта история должна еще идти в этот город. И в промзону куда-нибудь. Чтобы люди могли ездить на работу удобно. Наша метро хай вообще... Кто-то пользуется? Дофига кто пользуется нашим метрополитеном. Еще крутое здание полицейское поставим сюда. Вот. Появилась идея соединить мою промзону огромную и территорию высотной застройки. Дорогу провел. Сейчас подсоединю ее. Посмотрим, будет ли вообще ей кто-то пользоваться. И ездить по ней. Ну все, пацаны, теперь вы можете сразу заезжать сюда. С кайфом ведь, с кайфом. Я пошел еще дальше. И теперь я осваиваю... Осваиваю новую территорию. Все. Здесь потом можно застройку... Ой, да пидолбанная торнадо. Пошло в жопу. Мне город расковыряло в прошлый раз. Что я хочу сделать? Я хочу забабахать здесь. Железнодорожное депо. Чтобы ко мне грузовики ездили на поезде. Как это было в первой части. Осталось теперь подключиться к существующей железнодорожной инфраструктуре. И гонять туда-сюда поезда. Ну все. Теперь отсюда будут выходить поезда. Можно улучшить депо. Дополнительные пути. Нет, дополнительных путей нам не надо. Но в целом железнодорогу можно пропустить под мостом. Самое забавное то, что у меня есть офигеннейшего вида мост. Крась опять торнадо. Почему как пожар, так торнадо? Красивый мост. Все прекрасно. И рядом с ним просто железнодорожное полотно долбанное. Я соединил железную дорогу с депо. Сюда стали приезжать грузовики. О чудо. Ты ко мне? Он ко мне едет. Смотри. Давай. Через пассажирскую станцию проехал. Ну что, метро у нас функционирует. ЖД сообщение у нас функционирует. Поезда у нас ездят, приезжают и уезжают в город. Город у нас растет 32 тысячи человек. И я хочу сделать сейчас здесь отдельную ветку с низкой застройкой. Потому что потребность в зданиях низкой застройки высокая. А строить здесь уже в целом-то и негде. Но в целом пробки образуются это плохо. Нужно сделать так, чтобы пробок в целом не было. Что-то с ним происходит. Это трендец. Какой-то бедный поезд. Я наконец-таки почти пристыковал и сделал нормальную развязку железнодорожную. Чтобы здесь не было фигни какой-то. Видишь, здесь эстакада вообще проходит. Здесь подъем. И в целом поезда могут нормально ездить. У меня появилась идея вообще сюда морпорт разместить. Прикинь. Вот это будет сильно, мне кажется. Можно строить новое производство. Ну как новое. Можно курятников поналепить. И вообще будет хорошо. А вот прям на всю вообще будем делать его. И вот так вот. Все. Два огромных курятника у нас перемеются. Эти дебилы используют. Этот морст как трамплин в ГТА. Я не понимаю. Этот записывал, наверное, видео. Все. Я снимаю. Ну смотри, он стоит и не едет. Своди отсюда. ДТП. Это лесопилка, которая будет в центре города находиться. Прошу прощения. Да. Это, конечно, выглядит странно. Все. Территория лесопилки получается. Чтобы, типа, мне скучно было здесь жить, я им забубенил вот такой парк. Ну как парк. Чисто вокруг озера дорог понаделал. У нас в этом городе такого даже близко ничего нет. Харвестеры лесные ездят. О, уже второй петушинный домик появился. Мест в городе не хватает катастрофически. Для того, чтобы хоть как-то решить эту проблему, я просто вот так вот начинаю застраивать районы. Огромными клетками. И посмотрю. И все равно все застраивается. Просто безумность. Просто недвижимость на этой земле. Вот просто такими штабелями покрываем все районы. Я надеюсь, перекрестки будут подстыковываться друг к другу. Иначе я словлю сейчас лютый тильт. Я, конечно, мог бы сделать красивые всякие развороты, выезды. Но на этот трендец идет много времени. Я впервые потребности на ноль убрал в недвижимости. Низкой и средней плотности. Обалдеть. Количество людей растет. Развязка-то не изменяется. Максимум, что я здесь делаю, это вот эту эстакаду поставил. Не, зацените этот трендец. Они просто идут нескончаемым потоком. Сумками, с собаками. Харидатик себе домой. И машин сколько сюда ездит, это вообще мрак. Это трендец. Вижу здравым бедолагам поставить сюда автобусную остановку. В целом сделать им маршрут автобусный. Куда вы все ползете, тараканы? Куда вам остановку ставить? Тут в этом дурацком районе огромном. По-любому вам остановка нужна здесь. Особенно в дальние районы вообще им остановки нужно сделать. Ну и теперь давай автобусный маршрут им сделаем. Ну не в кайф будет тем, кто живет сверху. Потому что им через буквально весь город проехать придется добраться до своей остановки. Не шарчу за бред, но автобусу полгорода объезжать придется. У тапки вы рады? Едрить, как вы рады походу. Кажется, я убил город. Теперь они точно рождаются, умирают. И проводят всю жизнь. Что ты делаешь? Это у тебя мода такая вообще? Вот с этой полосы выезжать в эту крайнюю и отсюда туда. Едрить тут пробок что-то много стало на шоссе. Именно даже не в городах, а на шоссе. Пришло время построить новый университет. Пусть он будет в этот раз в этом городе. Тут бы, блин, разобраться, где что. Вот он метрополитен 1. Вот он метрополитен 2. Все, давай еще возьмем тоже одно метро. А еще у нас знаешь, что будет? Тюрьма. Она, кстати, небольшая, нормально. Куда ее поставим? Идеальный вариант, как по мне. Вот это, конечно, у них тут подъем. Ну что, горная местность в целом. Хотя бы так. Я открываю школы, и они моментально забиваются учащимися. Я сейчас офигел, во-первых, от того, что мне стало 14 кадров. И, во-вторых, от размеров международного аэропорта. Ты что, ты нафига такой огромный? Тут нормально по земле? Ровно относительно? Ну да, плоскость ровная. Есть куда улетать. В целом все правильно. Жесть! Это что такое за квадрат сраный? Это что такое, блин? Что за взлет? Это что за трамплин? Пришло время построить морской порт. Грузовой морской терминал. А это что такое? Нет водного пути. Что, фарватер создавать нужно? Ух ты! В целом это трындец. И вот если бы она отсюда выходила, была бы... Ого, тут грузовиков поехало дофига. Так, теперь фарватер сделать нужно. Нет, тут до большого дофига. Вот средний самый раз. Понял. Значит так, да, он прокладывается? Да ну нафиг. Мне нужно покупать территорию для того, чтобы проложить водный путь. Вот тупо скам вообще. Ну ладно, давай купим. А здесь что-то вообще как-то узенько. Э, алё, а что так узко здесь? Здесь просто слишком узко. Здесь нужно вот это вот место расширить. Трындец. Так, где мои грабли? А ну-ка, лопату давай сюда расширяем. Не, ну тут вообще узенько так-то. Теперь стало широко и глубоко. И ровно. Ага. У меня, значит, большой фарватер, а входной фарватер маленький. Найс. Начинаем. Поехали, значит. Сюда. И уходишь вот сюда. Всё. И обратно тебе выставить нужно. Смотри, балкер фигачит. Или что это такое за суда? Это балкер, походу. Но только здесь кранов не видно. А давайте, знаешь, что сделаем? Что? Он боком за... Под фонг пацан навалил. Мы можем отсюда плыть. Сюда. И обратно. Кстати, дорогу можно расширять не во вред предприятию. Какая прелесть. Можно вот так вот сбоку хлоп. Всё, теперь что еще парковку какую-нибудь вылупить, чтобы местные могли парковаться сотрудники. 400 тонн чего-то привез. Еман. Сейчас отсюда, чтобы 400 тонн вывезти. Это сколько грузовиков понадобится? Каждый, если условно по 60. Сколько ты везешь? 25 тонн! Трындец! Что случилось на лесопилке? Тут что, убийство произошло? Здесь было совершено преступление. Неужели украли бревно? Просто посмотри на то, как сильно засирает экологию мои заводы. Насколько далеко тянется этот шлейф вонючий. Бандиты, я не понимаю, любят в этом лесу трупы закапывать или что с ними происходит? Есть ощущение, будто бы это вообще самый безопасный город. Капец, тупо стена. Да, старался построить что-то миленькое. Получилось что-то адское. А какой вид, интересно, с башни? Давай посмотрим. Вот, условно говоря, если мы на башне. Вот так вот, подожди. Вот так вот сюда поближе. Вот. И вот охотят обзор. Нет, слушай, ну вид, конечно, с башней прикольный. А так что? Милый городишко. Ну, он же правда. По меркам игры мегапольца называется, потому что здесь 80 тысяч человек живет. Ого, мне модный торговый центр разблокировали. Спасибо. Я, кстати, избавился от этого какашечного рыжего следа. Видишь, его больше нет. Даже его смыло почти что. Тут видишь, что чистенько становится. Скоро совсем будет чисто. Для того, чтобы построить здесь порт, необходимо углубить сначала дно. Вот таким вот образом. И посмотрим, втыкается ли он сюда. И нужно подвести дорогу ему. Ну, в целом норм, как будто бы даже. Теперь заставим порт, и он, наконец-таки, у нас ставится. У-ху, у нас есть морской порт. Пассажирский. Это плавательный бассейн олимпийский или морской порт? Какого фига? А, я так понимаю, он, типа, воду вытеснил. Ну, ладно. Я не могу перенести порт, потому что у меня тут затопила вода. И поэтому он не переносится. Наконец-таки осушили. Ну, а нафиг, он опять решил затопиться. Я прилагаю максимум усилий, чтобы он выглядел еще более некрасиво. Какой-нибудь инструмент бы сделали хорошенький, чтобы вот удобно все это можно было красиво делать. Вот я сейчас заровняю здесь все. Ты вытеснишь? Здесь вообще поставили какие-нибудь здания здесь коммерческие. Ну, этим пацанам пофигу, они где угодно построятся. А это точно безопасная парковка и заезд? Я, конечно, не эксперт. Ну, кому-то прилетит по шапке явно за такой заезд. Что это такое? Вам не нравится здесь жить? А, здесь же заводы воняют. Точно. Ну, ладно, вы со своей задачей справились на ура, поэтому до свидания. Дорога есть, порт есть, все работает. Я только автобусы еще закинуть, чтобы они ездили. А мы же можем построить большой дронный коллайдер. Сделаем это прямо... Ё-моё. Нормальный у него, конечно, размер. Бам. Ну, так и не скажешь, конечно, что это большой дронный коллайдер с виду. Чисто от детектора. Вот это, наверное, Атлас, это Велес и какой там третий детектор, не помню, на коллайдере. Да, еще одна восхитительная парковка. Что, блин, случилось? Почему весь город резко всрався? Система очистных сооружений справляется? Ага, это значит, из-за коллайдера проблемы были. Сколько он там вообще мусора дает? Типа, смотри, здесь проблема с сточными водами и с водоснабжением. Почему вопрос? Еще в жопе в какой-то поставил от города. Что делать конкретно с его потребностью в воде? Ну, насосных станций-то могу в целом добавить, сейчас поставить новых. Короче, решил поставить водозаборную станцию для того, чтобы обеспечить потребности коллайдера. Давай напрямую же кинем трубопровод сюда. Все равно не хватает. Ну, пошел ты нафиг. Я не знаю, в чем твоя проблема. Что ты там делаешь? Он посадил весь город на колени, поставил серьезно. У меня тут еще одно здание есть, которое, походу, опять мне город на колени поставит. Это космический центр. Офигеть. Виды в полях будут дичайшие. Ой, блин. Проблема вот эта вот меня просто убивает. Она с первого сити-скайлайна осталась. Конечно, не каждый грузовик с таким подъемом справится. Ну, а что поделать? Кому, блин, сейчас легко, как говорится? А ракеты все так тесно зап... Очень часто улетают ракеты. Я, конечно, не против. Главное, что город функционирует. А что будет, если зайду в налоги и сделаю отрицательные ставки везде? У меня все равно денег дофига, поэтому пофигу. Сейчас у нас появится автозавод. Обалдеть. Теперь у нас есть автозавод. Мы перестроим машины. Еще и химзавод открыл. Ну, тут вообще места не будет, мне кажется. Полям. Лям-лям-лям. Я и так, посмотри, застроил уже трындец. Почти все, что было. Фромзор нужно уводить куда-то в сторону. Тут и так вообще ничего уже не живет. Даже дрова не растет. Химический завод. Что он дает нам? Что ты заешь? Плюс один к эффективности промышленности всей. Всего-то плюс один. Два загрязнения почвы. Уху! У нас сто тысяч человек живет в городе. Трындец. Все это мегаполис. Развивающийся мегаполис. Как-то еще уровни прокачки. Развитие. А-а-а. Вот, считай, все. Совсем скоро игра будет пройдена. Это был City Skylines 2. Quantum был с вами. Спасибо за просмотр. Не забудь про подлески на канал. До скорых встреч. Пока-пока.